Не пора ли заняться делом? Тебе от 14 до 30? Подай заявку на курс Дело Молодое. Стань предпринимателем. Научим, покажем, поддержим. Участие бесплатное. Это федеральный проект. Прикинь? Регистрация. Дело молодое 43.рф. Подробности 73-77-07. Берем курс на старт твоего бизнеса. Все не включено. Управляющая компания не подготовила дома в Кирове к отопительному сезону. Кроме того, в Ахрушах рекультивируют свалку впервые за 40 лет. А приказную избу наконец-то начали ремонтировать. Что еще сегодня обсуждают в городе, расскажем в нашей рубрике короткой строкой. Кировский энергосбыт обратился в прокуратуру и жилищную инспекцию с жалобой на управляющую компанию Пачин. Эта компания обслуживает 143 дома и лишь для 11 из них оформила паспорта готовности к отопительному сезону. То есть в этих домах непроверенные котельные и прочие тепловые узлы. Тем самым организация нарушает федеральное законодательство, лицензию на управление жилищным фондом у нее могут отобрать. В поселке Вакруши в Слободском районе завершается рекультивация свалки по национальному проекту «Экология». Мусор на нее свозили почти 40 лет. За эти годы накопилось 91 тысяча кубометров отходов. Сейчас их сложили в террикон, усеченный конус, вырубленный в земле. Сверху покрылись специальным газодренажным слоем. Далее уложат тройной слой мембраны и текстиля, чтобы предотвратить попадание осадков. Все эти работы обошлись в 50 миллионов рублей. До 2024 года по национальному проекту рекультивируют еще 6 валов в регионе. В скором времени начнется противоаварийный ремонт приказной избы. 400 тысяч рублей из регионального бюджета и 97 тысяч из бюджета краеведческого музея выделили на проведение работ. Начнут с восстановления кровли, а через два года займутся основательной реставрацией исторического здания. Правительство Российской Федерации заложило на работы около 13 миллионов рублей. Должны успеть к празднику – 650-летию города. Завершается ремонт домов по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Подрядчики заканчивают благоустройство последних девяти дворов. Так, во дворе на улице Ульяновской 2 устанавливают детское и спортивное оборудование. На Дзержинского 64 делают экопарковку и тротуары из брусчатки. Всего в этом году по проекту ремонтируют 37 дворов в разных районах города. Соблюсти сроки смогли не все подрядчики, за это их ожидают штрафы.